Мы находимся в Парке Победы. В Парке Победы над фашизмом. Наши деды, отцы победили фашизм. И этот парк, все эти деревья засажены нашими родителями. Когда они были молодые, они сажали эти деревья для нас. И этот кислород, это как жизнь, которую они нам подарили после фашизма. К сожалению, сегодня в моей стране, которую я считаю оккупированной снова, правят люди, которые совершенно не ценят победу над фашистской Германией. Я имею право это говорить, потому что только что мы возложили цветы к могиле неизвестного солдата. И там был венок от посольства России, от посольства Белоруссии, от Россотрудничества, от Бессмертного полка. И еще была большая корзина с российским флагом. Не было написано от кого. Но от Армении, от Министерства обороны Армении не было ни одного венка. А мой народ, 300 тысяч армянских воинов положили свои головы, чтобы мы жили в мире. К сожалению, фашизм сегодня возрождается. Причем на территории всех постсоветских республик. Почему я это говорю? Посмотрите, пожалуйста, сюда. Годы назад называлось, вот место, где мы находимся, называлось Аллея российских пограничников. Потом сменили название, и называется Аллея пограничной славы. Без указания российских или армянских. И это очень даже хорошо я приветствую, потому что вот два флага раньше здесь было. Посмотрите. Армянский флаг и герб моей страны Армении. И был российский флаг и герб Российской Федерации. К сожалению, Никол Пашинян своими заявлениями, можно сказать, дает карт-бланш силам, которые пришли и вот сделали вот то, что они сделали. Они сняли флаг России и сняли герб России. И это в стране, где именно русский пограничник охраняет меня и мой сон от турков, от турок. Потому что именно российский пограничник стоит на страже с Персией, с Ираном и с Турцией. Увы, сегодня в Армении есть прозападные силы, которые буквально несколько дней назад показали, что они хотят в Европу. Они раскрыли этот европейский флаг в национальном собрании. Понимаете? И они считают, что это их счастье. Совершенно забывая, что именно вся коллективная Европа, войдя в состав гитлеровской коалиции, воевала против Советского Союза. И здесь, на той же границе, которую сегодня охраняет русский пограничник, стояла целая дивизия. Это в том случае, когда каждый солдат, каждый солдат был на счету. Но вынуждены, чтобы опять турки не зашли бы и не начали бы резать армян, здесь стояла целая дивизия. И не дай бог, если бы случайно в Сталинградской битве советские войска отступили бы, и турки почувствовали бы, что слабину почувствовали бы советского воина, они тут же бы напали опять на Армению и продолжили бы свой геннадий, незаконченный в 15-м году. И поэтому мне еще больнее, когда сегодняшние армяне не ценят то, что было сделано именно их отцами и дедами. И это было сделано вместе с советским народом. Советский народ, все народы Советского Союза, они вместе победили фашизм. И мой народ, который 300 тысяч воинов положили свои головы, сегодня видит эту ситуацию в возрождающемся фашизма. Нам очень больно. Но кроме своей боли, которую мы выражаем цветами, мы свое возмущение хотим сказать. Вот я хочу понять, почему здесь нет ни одной видеокамеры, чтобы мы бы выяснили, а кто именно надругался над русским флагом и над гербом Российской Федерации. Кто это был? В принципе, буквально рядом находится посольство Литвы, и там полно видеокамер. То есть при желании полиция могла бы тут же обратиться и получить данные, когда кто выходил, когда кто заходил, и выяснить. Но этого не сделано. Дело в том, что это произошло не вчера. Уже больше недели отсутствует флаг. Произошло надругательство над флагом Российской Федерации, и наши сегодняшние руководители никак не реагируют. Я вообще была удивлена, когда узнала, что территория дана какому-то частному лицу, что там, где находится музей наш военной славы, он, оказывается, территория не находится под Министерством обороны, не принадлежит Министерству обороны. Простите меня, мне кажется, что вся эта территория, и аллея, и вот эта мать Армения, и неизвестного солдата, вся эта территория должна была охраняться, холить и лелеять имена Министерства обороны. К сожалению, этого не происходит. Есть какие-то слова, что частично при этом самая Мерия этим руководит, частично Тагапетаран Арабкира. Я не знаю, но это ненормально. То есть все, что связано с воинской славой, это должно, во-первых, охраняться Министерством обороны, а во-вторых, и холить, и лелеять, приводить сюда детей, организовать экскурсии, воспитывать в них патриотизм, рассказывать, как было, что было, чтобы наши дети все об этом знали. К сожалению, этого не произошло, и поэтому мы имеем то, что имеем. Потому что, если бы дети были бы воспитаны в патриотизме, знали бы, кто действительно подарил им этот мир. Вот эта возможность жить при голубом, спокойном, мирном небе, не было бы этого надругательства над российским флагом. Поэтому мы сегодня здесь и мы задаем вопрос, кто будет нести ответственность за надругательство российского флага и герба Российской Федерации. Мы ждем ответа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!